Более полутора сотен преступлений по коррупции выявили в республике за прошлый год. При этом большая часть из этого числа зафиксирована на муниципальном уровне. Это должностные лица местного самоуправления, главы, депутаты, чиновники на местах. Насколько ситуация серьезная и как с этим бороться? Сюжет Александра Охлопковой. Кюндядинь Юрбинского Улуса – обычное село с населением чуть свыше тысячи человек. Жизнь этого села, как и в других поселках, держится в основном за счет сельского хозяйства и социальных объектов. Но, к сожалению, в последние годы мечта многих поколений села – строительство новой школы пока остается нереализованной. Еще с 2014 года жители, а особенно дети поселка Кюндядинь Юрбинского района, ждут строительства новой школы. Школа, в которой мы сейчас учимся, хоть и старая, но хорошая. Все жду строительства новой школы, но никак не дождусь. Мы видим, в каких хороших условиях учатся дети других школ. Видимо, мы уже не успеем отучиться в новой школе. Но хотелось бы, чтобы учебу в новой школе застали наши младшие братья и сестры. Еще в декабре, 14 февраля 2015 года подрядчик получил аванс для закупки и транспортировки строительных материалов на сумму около 39 миллионов рублей. После этого на счет подрядчика перечислено 39 миллионов рублей. В итоге компания получила около 77 миллионов рублей. А проделанная работа оценивается только на 17 миллионов рублей. Это преступление коррупционного характера. Вот, допустим, представим себе, что Попов был обычный рядовой гражданин. Разве бы он мог, допустим, огромные суммы передать своему знакомому, который практически не довел дело до конца. Получил соответствующий аванс, но ему этого оказалось мало. И он попросил еще и Попов, несмотря на то, что его ближайшие сотрудники, даже главный бувалтер, экономист, не знаю, может быть, и другие заместители говорили, нельзя так делать, понимаете, да, это незаконно будет. Но он послал их, грубо говоря, может быть, это мое личное мнение, не послушался, послал их подальше и сам своим, понимаете, таким диктаторским, может быть, решением эти деньги передал дебедю. А деньги теперь куда делись, никто не знает. Ну, следствие разберется, наверное. Это и есть настоящая коррупция, яркий пример коррупции. Маленький поселок, маленький район, естественно, все это видно, все это знают. Но почему-то отправляется анонимное заявление куда-то в органы, да, возбуждается дело. А нет, чтобы открыто человеку сказать, дорогой Иван Иванович, ты что делаешь-то, остановись. Иначе действительно ты пойдешь дальше и будешь и арестован, и осужден. Заранее надо самой общественности работать, я думаю. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного перечисления по инициативе Попова многомиллионных сумм на счет застройщика, который не выполнил обязательства по строительству в школы на 176 учащихся. А, к слову, само предприятие продано третьим лицам. Работы по строительству остановлены в сентябре 2015 года. Уже сейчас сумма нарушений конституционных прав школьников расценивается на 60 миллионов рублей. Расследование уголовного дела по обвинению главы Нюрбинского района находится в стадии продолжения. Следствие ведется. В настоящее время следователям отдела по расследованию особо важных дел проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. К сожалению, это не единственное коррупционное дело с участием чиновников местного самоуправления. Свой кабинет покинул по той же статье и глава Ленского района. Вроде в последние дни наступило затишье этого дела. Но это, скорее всего, адвокатский ход. Растянуть время, потушить резонанс, чтобы обойтись малой кровью. Придают этому делу некий политический окрас. Однако, хочу отметить, что Следственный комитет вне политики. Всегда это было, есть и будет. Поэтому те действия, которые проводят следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов и органов прокуратуры, они направлены на установление истины по уголовному делу. По любому уголовному делу, в том числе и по этому. За прошлый год в этом направлении прокурорами Якутии выявлено 2500 нарушений. На устранение принято 1300 мер. К ответственности привлечено 500 человек. Основные нарушения допускаются при предоставлении справок о доходах и расходах, при участии чиновников в коммерческих организациях, при расходовании бюджетных средств, а также при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. По результатам проверок прокурорами для решения вопроса о возбуждении уголовных дел направлено 35 материалов проверок следственные органы. При этом необходимо отметить, что всего на территории республики в 2016 году было зарегистрировано 160 преступлений коррупционной направленности. Правоохранительными органами, в частности, пресечена преступная деятельность шести глав муниципальных образований, двух депутатов представительных органов местного самоправления, имеющих особый правовой статус, четырех заместителей глав муниципальных образований, более десяти лиц из числа государственных и муниципальных служащих. Как показывает статистика, именно внизу притаилось наибольшее количество взяточников и казнократов. А ведь на сегодняшний день именно органы местного самоуправления не подвергаются тщательной проверке. По Конституции они как отдельный самостоятельный орган со своими полномочиями и правами. Поэтому еще в декабре глава страны внес законопроект, который начнет борьбу с коррупцией самых низов. А у нас почему-то коррупция опустилась на нижний уровень, и поэтому уже не от хорошей жизни относятся такие проекты, законы, что давайте все-таки пускай вот этот самостоятельный институт будет регулироваться и властными органами. Но я лично считаю, что это не от хорошей жизни такие законы принимаются. Они наверняка думают, может быть, они далеко находятся, у них правоохранительный орган и так далее боком, у них знакомые, там родственники, связи и тому прочее, потому что населенные пункты они друг друга знают очень хорошо. Здесь-то выросли и так далее, и может быть, на этой площади и так далее вот сейчас как раз как-то смотрят на это скорость пальца и тому прочее. Поэтому закон для всех един. Сейчас вот потихонечку все это идет вниз. То есть, если мы говорим, да, вот на федеральном уровне, если посмотреть, даже министра экономика спокойно взяли, задержали и посадили. Так, не то, что я имею в виду под домашний арест. Идет следствие. Это говорит о чем? О том, что действительно взялись серьезно. Может быть, и навсегда, чтобы навести порядок окончательно. Прозрачность во всем, в том числе и работы, действий и даже своих мыслей. Плюс ко всему, участие и помощь общественности в деятельности руководства разного уровня. Вот, пожалуй, главный рецепт по борьбе с коррупцией на сегодня. Александра Хлопкова, Василий Слепцов, Роман Савинов. Якутия. День за днем.